приветствую это видео будет небольшое но важно особенно для новичков я часто вижу в комментариях в телеграме почему-то в телеграме аудитория более активно чем на ю тубе что у меня денег нет на инвестиции ты вот покупаешь акции у тебя потому что денег много я хотел бы очень сильно инвестировать хотя бы получать дивиденды жить на пассивный доход там финансовая независимость и так далее но денег у меня к сожалению это нет и может сложиться впечатление что будь мне миллион рублей я до действительно пошел внес его на биржу купил акции но например если у меня 1000 рублей в кармане очевидно я же не смогу портфель составить диверсифицированный какой смысл что-то инвестировать и куда в целом инвестировать у меня вот только тысячи рублей и это заявление с одной стороны не безосновательно но в корне неверно по нескольким причинам во первых обратите внимание что счет миллион рублей это относительно небольшие деньги это не 100 миллионов это не миллиард накопить 1 миллион рублей нетрудно я думаю что у многих из вас если не сейчас на счету миллион где-нибудь там в банке ну когда-то наверное был если вы не студент и к чему это это к тому что я не внес 1 миллион рублей одной котлетой на биржу я по чуть-чуть каждой неделе инвестировал об этом к слову я снимал несколько видео на самом канале можете посмотреть да я инвестировал неделю по 20 тысяч рублей это получается 80 тысяч рублей в месяц и вот как раз на эти цифры мне многие пишут это много у меня столько нет но тут дело в том что есть абсолютно базовый абсолютно банальный принцип про который я думаю слышали вы раз 100 если вдруг это видео первое на котором мы начались по инвестициям услышите сейчас первый раз но вам нужно инвестировать минимум 10 процентов от своего дохода и на самом деле лучше больше чем больше у вас доход и меньше траты тем больше вы сможете откладывать инвестировать естественно но хотя бы 10 процентов это значит что если вы зарабатываете 80 тысяч рублей 10 процентов вашего дохода это 8000 как только вы деньги получили за свою работу например зарплата у вас пришла вы 10 процентов моментально сразу же откладываете как будто их и не было как будто вы заработали 72 тысячи рублей вы скажете как же так я умру с голода ну люди получают и по 50 тысяч рублей извините меня с голоду не умирают вы постараетесь на 72 вы же и дело в том что я инвестирую по 20 тысяч рублей в неделю просто потому что это мой инвест план если у вас есть только 8 тысяч рублей в месяц ну разбить эти 8 тысяч на 4 недели и инвестируйте по 2000 рублей в неделю дело в том что если бы вы делали ровно то же самое что делал я то есть именно по тому же принципу что я покупали бы акции у вас было бы в 10 раз меньше денег на счету в 10 раз меньше акций под если один миллион двести семьдесят четыре тысяча 127 тысяч просто потому что я инвестирую 20 тысяч рублей в неделю в 2000 но извините меня у нас и уровень расходов разные уровень доходов разные для меня если финансовая независимость если я привык тратит например 400 тысяч рублей в месяц а вы тратите ну например 80000 рублей но очевидно у нас и уровень финансовой независимости будет разный с точки зрения наших доходов трат в процентном отношении у нас целом будет прогресс равный и вот например если я покрываю дивидендами три процента своих расходов на данный момент, ну и вы бы покрывали на 3% дивидендами свои расходы. Да, у вас был бы меньше сам счет, но у вас и расходы ниже. Плюсом к тому, честно сказать, если у вас небольшой доход и небольшие расходы, инвестировать вам проще по ряду причин, нежели если у вас относительно большие доходы и большие расходы. Самая главная причина, потому что если доходы небольшие, вырасти в доходах на самом деле нетрудно. Получить образование, как-то по карьерной лестнице подняться, сменить место работы, переехать куда-то. То есть, ну, вариантов достаточно много. Там дополнительный доход какой-то, источник изучить, там, не знаю, крипто торговать начать. Ну, то есть, вариантов, как вырастить в доходе, достаточно. При том, что если вы растете в доходе, вы можете сохранять траты на том же уровне и инвестировать, например, уже не 10, а 20%. В общем, это все словоблудие, словоблудие, в общем, вы поняли, как это работает. То есть, нет никаких проблем инвестировать небольшие суммы, не обязательно заходить с миллионов. В этом мы разобрались. Теперь давайте к практической точке зрения перейдем. Перед просмотром рекомендую обратить внимание на описание. Там будет ссылка на регистрацию у брокера БКС. И обратите внимание, что это лучший брокер в России. Я работаю именно с ним. И у вас не будет комиссии вообще никаких за покупку ценных бумаг по умолчанию. После регистрации у вас будет тариф инвестор абсолютно бесплатный. Комиссия будет только за продажу ценных бумаг. Но если вы, пассивный инвестор, не продаете бумаги, то вообще никогда платить ничего не будете. Если вы трейдеры, торгуете, то есть фиксируете свою прибыль, в таком случае для вас будет определенный тариф за 300 рублей в месяц. Там тоже минимальная комиссия на рынке. И в чем преимущество регистрации по ссылке в описании реферальной моей? Вы сможете зарегистрироваться онлайн без посещения офиса. За 5 минут отключится у вас абсолютно бесплатный тариф сразу же. За 0 рублей в месяц комиссия 0%. И абсолютно бесплатно на этом же бесплатном тарифе за вами закрепится персональный финансовый консультант Сергей. Он вам позвонит после регистрации. Ну, нужно будет подождать, потому что у людей регистрируется много. А Сергей один через какое-то время позвонит. Ну, если вы хотите сразу с ним выйти на связь, то у вас будет чатик с ним в приложении мобильном. А также можете номер телефона в мобильном приложении увидеть и позвонить первые. Он поможет и портфель свой собрать инвестиционный бесплатно абсолютно. И перенести активы от другого брокера, и вообще любой ваш вопрос решит. Поэтому регистрируйтесь по ссылке внизу у лучшего брокера. Хорошо, Артем, у меня 1000 рублей. Я вот брокерский счет открыл. Я хочу инвестировать. Что мне делать с этой 1000 рублей? Ну, очевидно, я портфель не соберу. А тут дело в том, что, во-первых, если у вас есть 1000 рублей, ну, предположим, что не в месяц, допустим, в неделю, да? Ну, если в месяц, то что вы 10 тысяч рублей зарабатываете, да? Ну, может быть, вы студент. Хорошо. Давайте, допустим, у вас в месяц 1000 рублей есть на инвестиции. И давайте пройдемся просто по моему списку компаний, которые у меня на счету, которые у меня куплены. Например, Сбербанк. Ну, вот акция стоит 200, сколько там, 228 рублей. Ну, несколько акций Сбербанка купить. А если купить одну акцию Сбербанка, ну, у вас останется еще там 760, 772 рубля. Хорошо, идем дальше. Вот у Роснефть 450, можно и одну акцию купить. Тут может кто-то возразить. Артем, а какой смысл от одной акции? Ровно такой же, что и от 10 тысяч акций от 1 миллиона акций. Ну, если вы зарабатываете 10 тысяч рублей в месяц, не знаю, тратите 9 тысяч рублей в месяц, инвестируете одну тысячу. Да, вы не разбогатеете, купив одну акцию Сбербанка, но относительно ваших расходов, ваших трат, 9 тысяч рублей в месяц. Это одна акция Сбербанка, она такую же существенную роль добавит на пути к финансовой независимости, как и 10 тысяч акций Сбербанка, будь у вас 9 миллионов рублей расхода в месяц. Я думаю, вы поняли, о чем я. Ну, давайте пойдем дальше. Новотек, меньше 1000 рублей акция стоит, 822. Это я иду по списку компаний, которые у меня в портфеле находятся. Давайте из новеньких, которые я недавно добавил. 300 рублей вот с банком в Петербург. И вы скажете, ну да, хорошо, вот я купил 3 акции, и что, это же не диверсификация. Дело в том, что вы не добьетесь диверсификации никак на начале пути с небольшой суммы. Тут дело в том, что вы на второй месяц пополняете еще 1000 рублей, покупаете другие акции в портфель, на третий месяц еще другие акции в портфеле. У вас так или иначе сформируется диверсифицированная корзина. Но, на самом деле, это все имеет очень мало смысла, действительно, если у вас условно 1000 рублей. Что имеет смысла много? Фонды. Первое. Наверное, если у вас совсем мало денег, вроде 1000 рублей, инвестировать в акции, не то чтобы сомнительная история, но, наверное, рановато вам. Все-таки, ну, хотя бы чуть-чуть подкопить нужно, но копить нельзя на банковском депозите. Потому что он еле-еле защищает от инфляции, он замораживает деньги. Более того, скорее всего, из-за, в том числе, заморозки денег, из-за того, что там есть минимальные суммы открытия депозитов, вы будете с небольшой суммы придерживаться не депозита, а накопительного счета, а накопительный счет там и проценты меньше, и соблазн потратить деньги высокие. В общем, я рекомендую, что вот есть такая штука, как фонды денежного рынка. Давайте покажу, например, заходим вот сюда в БКС, заходим в рынки, заходим в фонды, и просто листаем, 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 можно погуглить в целом. Ну, вот и сразу же видим, выпив ликвидность вот этот фонд, который я только что открыл на этом графике. Посмотрите на его график. Что это такое? Он абсолютно, ну, нельзя сказать без риска, и, конечно, любые инвестиции с риском связаны. Но эта штука абсолютно не волатильна. Она дает гарантированный доход, равный близко к процентной ставке центрального банка. Это, скорее всего, выше, чем по вкладу в банке. Эта штука позволяет не замораживать деньги, то есть вы можете сегодня купить, хоть завтра продать. И вот в этом можно копить деньги, чтобы они не обесценивались. То есть на брокерский счет 1000 рублей внесли, вот эту штуку купили, и ждете там пару-тройку месяцев, пока еще по 1000 рублей внесете. У вас, ну, как минимум, доходность будет равная процентной ставке центрального банка. Идем дальше. На самом деле это нужно для того, чтобы, ну, хотя бы там 5000 рублей скопить, чтобы, ну, более-менее уже разнообразно портфель купить. Однако вы можете вообще не смотреть в сторону кого-либо портфеля из акций. Есть такая штука, как фонды, которые инвестируют деньги в акции. Например, вот я тоже парочку подобрал, буквально за минуту до того, как начал записывать этот ролик. Также нажал на рынки, на фонды. Вот я через БКС инвестирую. У любого другого уровня, на самом деле, тоже подобный интерфейс есть. И вот можно посмотреть. БКС тут сначала свои, фонды предлагают. Не обязательно их фонды покупать. Тут есть еще и другие. Можно посмотреть более подробно, изучить эту тему, там погуглить что-то, посмотреть какие-то ролики у меня на канале. Их было достаточно мало в последнее время, но я в ближайшее будущее, в ближайшем будущем запишу их больше. И, ну, допустим, российские акции. Можно купить фонд за 4 рубля 24 копейки на российские акции. Или вот дивидендные акции за 80 рублей. Что это такое? Фонд это такая штука, в которую акции, ну, в данном случае паи фонда вы покупаете и становитесь, ну, совладельцем фонда. Например, у вас 50% паев фонда принадлежит. Это значит, что 50% активов этого фонда принадлежит вам. А какие там активы? Ну, каждый фонд в разные направления инвестирует. Можно вот нажать, например, сюда и почитать, что тут по описанию фонда, по составу фонда. И тут достаточно много разных решений. Можно на облигации фонд взять. Ну, упаси господи, лучше, конечно, на акции. Так вот, к чему я? Я подобрал две штуки. Просто российские акции, это такой широкий фонд российских акций. Не смотрите вот на такую штуку. Это гэп случился из-за того, что произошел сплит. То есть вот тут акция стоила, ну, паи фонда стоила 560 рублей. Ну, и получается в 100 раз подешевел 536, потому что в 100 раз увеличилось количество паи фонда. То есть было у вас один, стало 100. Это делается дробление для того, что вот как раз таки, если у вас тысяча рублей, то вам было удобно инвестировать. Он стоит там 4 рубля, а не 400. Это вот российские акции. Можно купить фонд на российские акции. А можно купить фонд на акции дивидендные российские. Это вот то же самое, что я вам тут только что показывал. Фонды, и вот он, дивидендная акция. И тоже можно почитать, что он из себя представляет. Можно посмотреть, что в него входит. Обратите внимание, еще раз, 80 рублей, и у вас уже сформированный портфель. Обращаю ваше внимание, что если вы купите один пай, ну, вот какая это доля от фонда. Можно посмотреть, если они тут не пишут капитализацию, можно погуглить. Да, они, к сожалению, не пишут капитализацию, можно погуглить. Очевидно, у вас будет доля владения паями фонда 0,000, там, и где-то единичка в конце. То есть очень малая доля. И, очевидно, если у фонда, не знаю, например, 10 тысяч акций поинтусловного Газпрома, сколько на вашу долю приходится акция Газпрома? Очевидно, меньше единицы. Но, так или иначе, такое дробление здесь присутствует. Грубо говоря, покупая фонд, вы можете купить 0,001 акцию Газпрома, например, ну, если тут по процентному соотношению все сходится. И, так или иначе, получать такую долю от дивидендных выплат Газпрома, например, если таковые будут, конечно. В общем, нет ни одной причины не инвестировать с маленьких сумм. Нет ни одной проблемы инвестировать с маленьких сумм. Нужно инвестировать с маленьких сумм, если у вас только такие. Если у вас есть больше, например, миллион рублей свободный, более того, даже в этом случае стоит инвестировать с маленьких сумм, потому что, скорее всего, у вас нет опыта, если вы наткнулись на это видео, если вы изучаете только эту тему, и если вы пойдете куда-нибудь, вложите от миллиона рублей, С высокой долей вероятности вы сделаете что-то неправильно, не оцените должным образом риск и так далее. В общем, есть много подводных камней, о части из которых я буду говорить в ближайшее время на своем канале. Подписывайтесь, пишите в комментариях вопросы, что вы хотели бы, чтобы я разобрал в ближайшем будущем. И также по ссылкам внизу есть мои другие соцсети, там Телеграм, Инстаграм, там контента выходит больше и он оперативней, чем на Ютубе. Спасибо за просмотр, удачи!